Хирург Бишкекской клинической больницы номер один, Дуэльот Ибраимов, который сейчас лечит людей от коронавируса и пневмонии, записал видео, в котором рассказал о буднях медиков в красной зоне. Врач обращается к властям и просит их оградить от руководителей, которые только мешают работать. Уважаемые руководцы нашей страны, сегодня я вынужден обратиться к вам, так как сложилась неуносимая ситуация первой городской клинической больницы номер один города Бишкек. Прежде чем обратиться к вам, я хочу сделать обращение к нашему населению. Несмотря ни на что, мы делаем свою работу, пали наши начали выздоравливать, наши специалисты уже научились лечить пали с коронавирусом, с пневмониями и так далее. Уже летальности меньше и у нас получается. Но, к сожалению, из-за одного горя чиновника страдает вся наша работа. Не соблюдаются элементарные правила обсервации санэпид-надзора. Потому что наши врачи каждый день сталкиваются в зоне так называемой обсервации, сталкиваются с людьми, которые проходят через наше здание, где мы находимся. Терапевтический корпус, рядом находящийся в частную клинику главного врача. Несмотря ни на какие наши предупреждения, что к нам подходить нельзя, в эту зону заходить нельзя. Вы, заходя сюда, заражаете от нас и нас подвергаете к опасности. В дни, когда вся страна борется с этой пандемией, когда каждый медицинский работник на весь золото. Из-за глупости и незнания элементарных правил эпидемиологии заражаются наши граждане, к сожалению, заражаются медицинские работники. Многие среди нас, находясь в так называемой обсервации, начали болеть. Температура, кашляют, поносят. И все это вынуждает меня напрямую обратиться к вам. Потому что я не могу выйти и поехать в министерство, я не знаю, еще куда-то. Потому что мы, специалисты, которые знаем, стараемся максимально соблюдать все меры предосторожности. Но нет, этот наш главный врач, не чтобы создать элементарные условия, препятствует нашей работе. Того ложи, этого не ложи. Какие-то записки нам пишут с какими-то фамилиями. А люди у порога умирают в нашей больнице. Не могут попасть к нам. Может, я сегодня эмоционально выступлю? Я лучше выступлю эмоционально, но вы узнаете всю правду. Все наши сотрудники, врачи, медсестры, санитарки боятся говорить правду в лицо этому горе-чиновнику. Потому что боятся потерять работу. Он грозится. Он грозится.